мы сделали вот следующую часть у нас открывается список и мы находим все необходимые нам элементы они у нас открыты дать немножечко напишем код и посмотрим работает ли это схема так элемент page локатор ну и давайте у нас вот будет здесь open open full лист open full лист вот далее что нам здесь необходим ну как всегда нам нужен определить нашу кнопочку то есть мы здесь используем наши методы из базового пейджа эти методы нам в данном случае нужно чтобы она была видимая чтобы мы могли кликнуть и список раскрыть и берем из наших локаторов какая-то кнопочка она называется сразу подсказывается x band expand expand all button далее что мы на нее делаем мы делаем на нее клик тут же сразу и ну и соответственно здесь проблем не изникает и далее давайте посмотрим чтобы у нас был текст конкретно конкретно именно текст в том смысле что нам не просто нужен текст нам нужно чтобы мы вот найдя все вот эти элементы нам нужно них кликнуть то есть плюс вот этого здесь нам не немножко задача облегчи облегчена тем что нам нет необходимости кликнуть конкретно кликать конкретно на чек-бокс нам нужно просто мы можем кликать на тайтл то есть это целый такой контейнер который содержит себе функцию то есть весь вот этот контейнер который у нас вот подсвечивается таким сереньким бэкграундом мы можем в любой из этих мест кликать и у нас будет клик происходить поэтому мы определили наш тайтл и он как раз таки будет зоной и кнопочкой для клика и для чека или анчека какого-либо элемента и поэтому следующая функция следующий метод который нам необходим это будет как раз таки клик но непростой понимаете если мы будем просто мы выберем паблик какой-нибудь там excel файл док и commons если мы выберем только эти файлы дам будет отлично них кликать наверное допустим он там будет там не знаю будет реактор так вот он будет на них кликать и все будет правильно но тут существует тестирование есть некий принцип как принцип там называется пестицида который нам говорит о том что не нужно использовать одни и те же тестовые данные нужно всегда их менять поэтому чтобы то это максимально валидный нам нужно чтобы клики происходили в случайном абсолютно порядке вот поэтому у нас будет функция как клик рандом item 0 даже не этим а клик рандом чек-бокс клик рандом чек-бокс и здесь нам нужно во-первых списан нас как бы они все в принципе одинаковые чтобы рандомно к ним подходить нам нужен список и возьмем а этом лист сэлф и тут нам нужно как раз таки обратиться к другому к другому методу base page нам нужно много элементов и поскольку нам нужно на них кликать нам нужно чтобы много элементов были видимы поэтому мы используем элемент сар визуал ар визуал здесь мы определяем наш локатор это будет айтем лист таким образом в данной переменной айтем лист хранится список всех 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 наших элементов так это или не так мы не знаем давайте посмотрим для того чтобы пройтись по каждому элементу чтобы мы посмотрели мы используем наш прекрасный цикл for используем айтем им айтем айтем лист и просто сделаем print айтемов просто сделать print айтемов ну точнее не просто айтемов выкинем отсюда текст выкинем текст из этих айтемов ну и давайте посмотрим будет так работать это или нет и для этого мы здесь прописываем чекбокс вызываем наш метод который у нас будет open full лист то есть мы раскроем весь лист полностью и и чекбокс пейдж клик клик рандом чекбокс сделаем здесь небольшой тайм аут хотя нам тайм аут не нужен у нас же все спринтуется поэтому давайте запустим и посмотрим давайте поехали заводи поехали все раскрылось все у нас записалось и вот все наши все наши пункты здесь теперь то есть все работает текст мы получили соответственно и элементы если здесь нам текст не нужен то есть у нас тут все порядке смотрите нам нужно рандомно кликнуть есть опять-таки разные способы подходы связанные с циклами чтобы это все воспроизвести но я сторонник того чтобы те чтобы как это говорится функция либо там какой-то метод вообще код должен быть написан таким образом чтобы каждый даже человек который вот только-только начал заниматься там программированием или чем-то мог понять а еще лучше когда мы там все у нас записано закомментировано чем мы займемся позже чтобы чтобы все это было описано максимально максимально подробно поэтому все дословно перевожу то есть у нас есть список этих элементов мы проходимся по каждому из них цикле и нам нужно кликнуть рандомно то есть случайно что что происходит если мы просто сделаем item клик что будет казалось бы казалось бы у нас здесь после этого каждый элемент должен быть прокликан ну к примеру к примеру ну и только здесь мы добавим давайте time sleep ну словно 5 чтобы мы посмотрели убедились так это или не так вот мы сделали у нас должно быть вообще все 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 закликано открыли что произошло все закликала d плюс еще и ошибка выпала но ошибка выпала я думаю вы возможно догадались почему ошибка наша выпала потому что у нас элемент не был найден ну не то что найден не было возможности кликнуть на этот элемент потому что он был перекрыт браузером чтобы этого избежать мы знаем наш прекрасный метод который называется go to элемент поэтому мы сделаем self go to элементы пусть каждому элементу которому нужно клик сделать у нас будет перемещение и так еще раз давайте попробуем еще раз запустим опять происходит вообще ничего не произошло exception javascript exception что случилось у меня здесь неверно указано указано указан сам скрипт должен быть аргумент а я указал как аргумент по идее сейчас должно уже сработать то есть ошибка была конкретно в самом скрипте вот ну что же бывают такие затупы это как бы понятно ну вот соответственно вот у нас хоп сам идет все go to элемент проходит но смотрим что у нас не все выделилось не все хотя мы взяли и отметили что клик не по каждому элементу и тут мы понимаем ну конечно же как все получится если у нас вот так вот таким образом так где он открывается список и мы идем раз два три четыре как мы видим у нас есть чекбоксы которые выделяют все а после этого мы по ним проходимся и они все у нас откликивают непорядок согласны это конкретно непорядок ну давайте в таком случае мы сделаем следующим образом нам нужно чтобы кликались элементы случайные чтобы скликались случайные элементы можно например сделать следующим образом вот данный список данный список он содержит у нас элементы и у нас есть возможность обращаться к айтему айтем ну допустим айтем условно айтем айтем лист я могу к нему обращаться как 0 как 1 как 2 как 3 и так далее то есть таким образом и здесь я могу рандом рандинт обращаться к случайному количеству которой я соответственно которому я укажу прошу прощения не тот указал к которому я укажу случайное число то есть рандит у меня будет такой некий диапазон случайных чисел какое-то случайное число условно то есть у нас здесь 17 элементов ну адекватно у нас допустим 16 и я укажу что либо у нас индекс 1 будет линды либо индекс 15 максимум вот то есть там типа у нас получается не от 0 до 16 от 1 до 15 какой-то у нас будет айт а там айтем кликаться ну и давайте сделаем проверим айтем будет ли айтем случайный клик 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 но но конечно же перед этим мы сделаем go to элемент поскольку поскольку это может быть элемент внизу списка и нам нужно к нему переместиться логично я думаю что логично и так давайте посмотрим кликнет ли он ну возможно ну максимум на что он кликнет точнее на самый верхний самый первый элемент кликнуть не сможет оп и у нас кликнулся на реакт и у нас здесь выделся реакт то есть все прекрасно работает там так как надо и теперь нам нужно сделать это все максимально случайном порядке то есть можно было в принципе оставить один элемент но это не очень как бы не очень интересно для нас давайте поинтереснее углубимся что же нам нужно сделать я предлагаю сделать нечетное число а вайл то есть давай используем цикл вайл у нас вайл то есть пока каунт у нас не равен нулю мы будем что-то делать вопрос что мы будем делать во-первых мы отмечаем что у нас айтем у нас айтем будет случайным и здесь далее проверяем что если у нас каунт больше нуля то что сделай то во-первых перейди к этому элементу к этому прыгни к нему потом айтем у нас здесь нужно как бы на него кликнуть тоже на него нам кликнуть и каунт каунта сделать минус 1 ну то есть у нас после каждой итерации будет минус 1 минус 1 минус 1 и после нашей 21 итерации все будет но если иначе то есть если каунт у нас больше нуля то мы просто делаем брейк прекращаем его вот и ну давайте посмотрим что получится пусть у нас по итогу после всего этого ну каждый нас каждый нас клик он будет нас принтовать айтем пусть у нас там вот он пусть его принтует и давайте посмотрим что же что получится у нас получится в итоге вот ну у нас там что-то значит что-то где-то накликалось все то что нам нужно было повыделялось ой ну я не текст выбрал я выбрал блин объект поэтому у меня все как объект так далее и теперь 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 далее ну осталось дело за малым как вы понимаете следующий шаг один из следующих шагов нам нужно чтобы мы вытягивали вот этот вот результат output и также нам нужно чтобы у нас мы выбирали те то есть то что мы кликнули мы сами здесь отметим что оно кликнуто а потом сравним с результатом так это или не так и в этом чтобы проверить кликнут или не кликнут в этом нам поможет локатор который у нас называется ну про который мы вот говорили недавно у нас он называется где у нас так у нас здесь он лежит чек айкон чек соответственно анчек чек чек анчек а вот нам нужно конкретно это то есть здесь у нас что у нас тут происходит происходит нам нужно чекит айтем который у нас будет представлен как с в г с в г класс так и и конкретный класс нам нужен нам нужен нам нужен вот этот вот где у нас будет отмечено что это чек какая-то ошибочка тут смотрите два видите два у нас отмечено раз два еще отметил три уже еще две должно быть сколько три плюс два пять а шесть получился потому что у нас все отметил вместе с этим вот но соответственно здесь офис офис тоже сразу отмечается ну да все верно поэтому мы значит используем вот эту конструкцию используем ее и добавляем себе сюда допустим условно она будет у нас называться это чекит чекит айтемс то есть чекнутые айтемсы чекнутые айтемсы как всегда это у нас будет by css селектор все это дело добавим сюда теперь у нас что происходит теперь у нас здесь так бы и спринь до свидания теперь нам нужно получать чекнутые чекбоксы и и